Организаторы 66-го автосалона во Франкфурте насчитали здесь 83 мировые премьеры, посмотреть на которые съехалось аж 9 тысяч аккредитованных журналистов. Среди них оказалась и редакция журнала «За рулем». Предлагаем вам пройтись по стендам автосалона вместе с нами. Оббежать все стенды немецкого мотор-шоу занятие не из простых. Четырехколесные расположились тут на территории десятков футбольных полей, так что прогулка по ним может занять немало времени и сил. В этот раз новинок на стендах на любой вкус и кошелек. От доступного Сузуки Болена, модели, которую японцы решили внезапно возродить, до супердорогого Бентли Бентайга, на который придется оформлять ипотеку. Но обо всем по порядку. Сузуки представляет новый Болена. Это компактный автомобиль B-plus сегмента. Данная модель не является заменителем свифта, как многие почему-то думают. Представляет собой семейный автомобиль. У него большой багажник. И главное отличие, комфортность у себя будут чувствовать здесь не только водитель, но и все пассажиры. Данный автомобиль разрабатывался для европейского рынка. В Европе Сузуки Болена появится весной следующего года. А в России мы планируем завести ее, привезти ее в Россию планируем в конце следующего года. Хватало новинок и в популярном среди россиян гольф-классе. Вот только приедут нам они далеко не все. Например, пятое поколение Opel Astra, похудевший на 180 кг и неожиданно ставший короче. На стенде Рено сразу две мировые премьеры. Одна из них стоит сразу за моей спиной. Это новый Рено Талисман, который сменит в модельной гамме французов сразу две модели. Fluence и Laguna. А вторая премьера – это новый Рено Меган. У французов никогда не было особых проблем с дизайном. Но в этот раз, похоже, они превзошли сами себя. Обе новинки Рено вышли просто на загляденье. Четвертая генерация Меган, базирующаяся на модульной платформе CMF, получила заднюю полузависимую подвеску и адаптивный амортизатор. А Талисман, который во Франкфуте представил еще и в версии Универсал, может похвастать багажником в 572 литра. Оба француза имеют центральную консоль в виде планшета. Но вот в нашу страну поставлять их пока не планируется. Зато уже с октября россияне могут приобрести обновленный хатчбек KS-Seed, который получит, помимо прочего, новый робот с двойным сцеплением. Сменил поколение Сабрат Сида по модельной линейке седан Optima. Причем помимо стандартной версии, во Франкфурте была представлена и заряженная GT с турбомотором мощностью 245 лошадиных сил. На этом автосалоне сразу две ключевые премьеры в сегменте компактных вседорожников. Одна из них стоит как раз за моей спиной. Это новое поколение кроссовера Volkswagen Tiguan. Он стал не только интереснее внешне, но и получил новые мультимедийные возможности, а также виртуальную приборную панель. Автомобиль стал шире и длиннее. Казалось бы, небольшие цифры шире всего лишь на 30 мм, длиннее на 60 мм. Но в результате мы получили багажник, который больше на 50 литров. И если мы сложим заднее сидение, то мы получили плюс 145 литров полезного объема салона. А это уже цифры достаточно солидные. Множество ассистентов-помощников водителя. Например, ассистент перестроения, ассистент нахождения в полосе. Ассистент, который позволяет поддерживать дистанции до впереди идущих автомобилей на скорости до 160 км в час. Ассистент, который познает прохожих и позволяет тормозить в экстренных ситуациях. И многие из этих технологий появились в новом Tiguan впервые в классе SUV. В том числе мы ожидаем, что они будут доступны и на российском рынке. В России мы ждем новый Tiguan в конце 2016-го, начале 2017-го года. На немецком рынке он начнет продаваться примерно в мае-июне 2016-го года. Так что отставание российского рынка от мирового будет минимальным. Конкурент Tiguan новый Kia Sportage тоже рад стараться. Его привезут нам ближе к лету следующего года с переосмысленным дизайном интерьера и экстерьера. А также кучей полезных функций. Абсолютно новый кузов, новый дизайн. Он стал чуть больше, соответственно, просторнее. Еще этот автомобиль отличается новыми двигателями. Например, 1.6 Turbo с непосредственным впрыском. Это будет мощный двигатель, около 180 лошадиных сил. И он будет также представлен на российском рынке, а не только в Европе. В Западной Европе новый Kia Sportage дебютирует в первом квартале 2016-го года. В первом полугодии будущего года мы также представим его в России. В премиальном сегменте свои законы и свои новички. К примеру, Infiniti Q30. Входная модель построена на мерседесовской платформе. У немцев позаимствовали силовые агрегаты, а также некоторые элементы интерьера. Традиционно для группы Volkswagen во Франкфурте выделили отдельный павильон. Здесь находятся практически все марки, входящие в концерн. Кроме Audi, она расположилась отдельно. А между тем, Audi показала очередное прочтение своего бестселлера – седана А4. Несмотря на внешние сходства с предшественницей, перед нами не рестайлинговая, а по-настоящему новая модель. На ней тоже сказалось обильное применение сверхвысокопрочных сталей – минус 120 кг веса. А вместо приборной панели, как и у Tiguan, тут 12-дюймовый дисплей. Все больше премиальных опций становится достояниями массового сегмента. Так что же делать премиуму? Ну, премиум тогда начинает изобретать либо новые классы, как вот этот новый Jaguar, первый в истории марки Вседорожник, так и новые мультимедийные возможности. К первому в истории Jaguar Вседорожнику сами британцы подогревали интерес задруга. Из концепта трехгодичной давности он превратился в серийную модель, а чтобы показать свое стремление занять долю на рынке, даже исполнил накануне официальной премьеры «мертвую петлю». На стенде у Lexus четвертое поколение кроссовера RX. Он получил новый бензиновый турбомотор, новую агрессивную внешность и новые подвески. RX уже показывали ранее в Нью-Йорке, но европейцы видят его впервые. Кроссовер получил новый базовый мотор – двухлитровый бензиновый битурбо мощностью 238 лошадиных сил, а также электронно управляемые амортизатки. Товарные образцы нового RX стоит ожидать в нашей стране уже к концу года. Повысила градус на своем стенде и баварская BMW. Из наиболее ярких ее премьер во Франкфурте – новое поколение седана седьмой серии. Теперь на нем уже в базе бневоподвеска как спереди, так и сзади, а управлять рядом функцией можно при помощи жестов. Внешне этот автомобиль сохранил черты и дизайнерский язык, который был седьмой серии. И тем не менее он уже по-своему изменился. В том числе, если посмотреть на ноздри классические BMW, то они получили возможность закрываться или открываться. Если нужно больше охлаждения для мотора, то, естественно, они открыты. Если нам нужна больше обтекаемость, больше аэродинамика, то тогда они закрыты. Итак, это у нас есть управление жестами в автомобиле. И какие функции возможны. То есть у нас здесь стоит камера, которая следит за теми движениями, вот здесь вот, которая следит за теми движениями, которые мы делаем здесь. Вот сейчас мы сделали случайно громче. Можно сделать громче вот этим движением, либо тише. Можно принять звонок или отклонить звонок. Моторы будут для начала 30-й дизель и 50-й дизель. По ценам, если мы говорим базовую комплектацию, то 5 миллионов 300, 80 тысяч рублей. И если говорим про 750Li, полноприводную версию, то это 6 миллионов 850 тысяч. Конкурентам из Mercedes, глядя на такие новости, буквально снесло крышу. На их стенде красовался кабриолет S-класса. Подумать только, в последний раз кабриолет на базе своего флагмана немцы выпускали в 1971 году. И вот на тебе. Захотите проехаться с ветерком, опускаете за 20 секунд мягкую крышу одного из четырех цветов, и вперед с песней. Тут же на стенде Mercedes машем ручкой вслед уходящей модели GLK. Теперь ее место в линейке займет новый купеобразный GLC. Признаться, вблизи он больше смахивает на обычный хэтчбэк, но GL в названии намек на вседорожные амбиции. И, конечно, не обошелся Франкфурт без задела на будущее. Его на своих стендах демонстрируют практически все производители. Но пройти мимо некоторых мы просто не смогли. Например, Mazda показывала Коэру о колесах размером 21 дюйм. Возможно, предвестник будущего вседорожного купе CX-4. А французское Peugeot, большую часть кузова концепта Fractal, вы не поверите, распечатал на 3D-принтере. Наконец, Mercedes устроил у себя настоящую аэродинамическую революцию при помощи шоукара Concept IAA. Пока одни заглядывали в будущее, иные вспоминали о былом. Деньги китайской Photon стряхнули пыль с залежавшейся марки Borgler. Показанный вседорожник BX-7 начнет шествие на рынке уже будущей весной. Мы рассказали вам о ключевых новинках этого автосалона, которые в ближайшее время появятся в нашей стране. Но уж их успех на рынке определять вам.